Отличник, гитарист, поэт. Таким Влада Тазиддинова запомнят родственники и друзья. 10 августа с сильнейшей болью в горле его отвезли в инфекционную больницу. Оттуда и начался долгий и мучительный путь мальчика по медицинским учреждениям города. Врачи подозревали ту ангину, ту аллергию. Точный диагноз установили не сразу. И стал он неожиданностью для всех. Сахарный диабет. Диагноз поставлен, конечно, может быть и правильно. Но не факт, не суть в дело в диагнозе, а то, что халатность врачей, если бы взяли вовремя кровь, он бы был жив. А 6 часов потерянного времени, конечно, уже дало себе знать все. Спустя несколько часов ребенка в тяжелейшем состоянии привезли в областную детскую клиническую больницу. По словам матери Влада, реальную помощь мальчику начали оказывать только здесь. Правда, было уже слишком поздно. В реанимационном отделении областной детской клинической больницы 13-летний Влад провел последние часы своей жизни. На момент поступления сюда помочь мальчику было уже практически невозможно. Он пробыл здесь меньше суток. Смерть ребенка будет расследовать специально созванная лечебно-контрольная комиссия. В нее войдут представители медицинских учреждений, куда привозили Влада, и независимые эксперты. Однозначно не идет речь, не будет вопрос стоять о неоказании помощи. Речь идет об объемах, об адекватности и диагностических мероприятий, и лечебных мероприятий. Выводы в комиссии ждут врачи, ждут родственники и друзья мальчика. Но самое главное ждет мама Влада, которая раз от раза перечитывает стихи своего так рано ушедшего сына. Яблочки красивые, румяные и вкусные. Спасибо тебе, яблонька, что постаралась ты. Виталий Сапожников, Илья Схаялин. Наше время.